ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, ребята! Еще раз возвращаемся в миссис Престижо. Но перед тем, как мы посмотрим боюсь его участия, хочу обратиться к одному человеку. Который ранее пытался втереться ко мне в доверие. Назвать его то ли Антон, то ли Витек. Сам он из Дальнего Востока. Город пока называть не буду. Потом мы с ним поработаем. Почему хочу к ним обратиться? Потому что этот игрок начал мне угрожать. Это, конечно, все чушь полная с его стороны. Даже если он что-то хочет мне сделать, вообще зря, конечно, что он так решил мне бросить вызов. Игрок этот с ником Shooting Star. Раньше был у него ник Shooting Star. Сразу вам скажу, ребята, игрок, игрок. Человек этот хороший. Человек этот начал писать мне давно. Обратился он с предложением помочь разоблачить Сашу ЧСВ и компанию, там, Зерпаха, еще там кого-то. Продолжил мне свою помощь. Как-то попросил позже денег, в смысле, голды, чтобы я ему помог, там, аккаунт один за этот самый. Ну, попросил меня голды на один аккаунт, чтобы он мог там как-то там, что-то там. Я понял, ну, понимал, что это какая-то авантюра, но мне было интересно, чем это все закончится. Игрок так складно все рассказывал. Такой прям агент прям пиздец. Писал он мне ежедневно писем там дохренища. Там за месяц он написал писем, блядь, не знаю, больше 50 штук. В день писал мне по два, бывает, письма по три. Отчеты делал там, голосовые отчеты. Рассказывал там много чего. Поревал, короче, грязью. Всех. Всех, о ком говорил. То есть, ну, в тех этих, как бы, поддержку мне, типа, вот, блядь, пидеры, читеры, гандоны, уроды, суки, твари, бадить надо их этих гадов. В особенности про ЧСВ, легендарь, ЧСВ, вербахи, вот про их. А теперь он мне пишет, ребят, угрозу. Что он мне написал? Он пишет, если будешь ты... А, выпустишь еще одно видео про престижа, я развалю твой полк и твой канал. Вот, вот такие вот слова. Это, блядь, вообще, кино просто. И написал он в видео, комментарий под, ну, с участием престижа. Вот такие вот слова. Сейчас я еще раз уберу, ребят, скорость, да, медленнее сделаю, чтобы Вадик далеко не уехал. Без присмотра. А мы, тем временем, посмотрим комментарий, который он уже ударил. Вот его обращение. Волкас, я состоял у тебя в полку под ником Шутинг Старт. Шутинг Старт. Витек. Блядь, сначала ты назвался Антоном, потом сказал Витек. Я говорю, почему Антон, или почему Витек? Ты говорил, блядь, да и там мой оперативный псевдоним, туда-сюда. И с тех, с того времени я сразу же заподозрил в нем вранье. Ну, мне было очень интересно посмотреть на этот эксперимент. И получилось то, что получилось. Продолжаем читать. Я очень сожалею, что не записал мой фейл в ТС, когда вы начали говорить про меня. Почему я вышел из полка? Тогда мне стало все предельно ясно под тебя. Так, что там был за фейл? Когда он уходил, а именно, именно игрок этот, Витек, или Антон, сказал такую фразу. Ребят, я выхожу из полка, не могу удержать больше аккаунт в полку. Вопрос, почему? Он сказал, потому что я подарил аккаунт. Кому? Он долго не думая сказал, что какому-то хорошему пареньку. Кому-то подарил, блядь, незнакомому человеку. Кому он так и не объяснил, тупо говорит. Выхожу, потому что аккаунт я дарю человеку пусть играет, он хороший, пусть играет. А я начну новый аккаунт там качну. Это сразу понятно, тупость какая-то. Плюс он уже начал забираться и в письмах, и в общении. Я пока напрямую его не спрашивал, но вот этот момент пришел. И я ему сразу сказал, что что-то здесь нечисто, ты врешь. В итоге он говорит, понимаете, как знаете, я ухожу. И в момент, когда он сидел в темисклейке в комнате, мы начали обсуждать его, он с нами сидел в комнате, обсуждать, почему он так, ну, что вообще происходит с ним такое. В итоге он написал, ребята, а вы что, не слышите, что я не видишь, что я у вас в СССР сижу? И после этого он не выдержал, наверное, обсуждений. Его пуши не выдержали. И он покинул. Преску. С криком, с вами все ясно, прощайте. Вот. И вот он дальше теперь пишет. Ладно, Вадим, ладно, Вадим мой земляк. И я с ним общаюсь. Да, сначала он Вадима поливал просто, ребят, я не знаю, он, наверное, комментарии прочистил остальные все. Ну, это не важно уже. Вадим, он тебя поливал, блядь, как только мог. И тебя, и ЧСВ, и Гендальфа, и Зербаха, и всех, и полк Алена, и всех его, блядь, ребят, он просто всех, вот просто поливал. А в комментариях на Ютубе, блядь, он только писал, матов, что я поначалу начал ударять его в комментарии. Потом он, я ему сказал, что не нужно так писать, он перестал. Потом я с ним, познакомился. Ник его был Spitfire MK24. Возможно, некоторые комментарии еще остались. Ребята, те, которые часто у меня смотрят много видео и общаются в комментариях, знают этого поварища от ником Spitfire MK24. То, что он там писал всякую чушь поначалу, глупости, гадости, мазы, ругательные, жесткие такие. Я их чистил. И в итоге он теперь пишет, что Вадим его земляк, он с ним общается. У меня очень простой вопрос, почему он не может ничего занять в турнирах танковых, 1-1 СБ, РБ, если он такой мотивирует читак, ты посмотри его бои, то есть он играет типа на читак в рандоме. А в турнирах безбойных плохо. Мы с тобой общались и у меня сложилось мнение, что ты не очень адекватный. О, блядь. А чё ж ты мне тогда в речку это не говорил, что я не очень адекватный? А теперь ты вижу, что ты сейчас, сейчас я общаюсь с Гендальфом, ЧСВ и т.д. Ребятами из Пёрга и Павея. Сидя с ними, ты слышал адекватные речи. А где они? А, где они? Не вижу. И т.д. Блядь. Короче, тогда они были пидорами, а теперь мы пидоры. Красавчик, блядь. Интересно, они об этом знают. И, кстати, насчёт это самое, денег. Ты у них там денег не просил ни у кого? У Владика, может, просишь денег. Вадим, может, у тебя денег просит? Так что, можешь ему дать. Когда ты играешь в полковые, у тебя всем разли, читеры и прочие гондоны. Ну, блядь. Вот это уже пиздишь. Пиздишь конкретно. Если я раньше думал, что ты идейный лужик, то сейчас мнение о тебе как о полном не вменюсе. Ты приди к промо в ТС, как ты любил ходить, поинтересуйся, что, кого ты хайпуешь и тем самым ещё больше делай себе репутацию глупца. Вы меня из ТС хоть ударите, а то у вас до сих пор рекордом чистый. Мне очень жаль, что ты неадекватен. И не забудь про вопрос, почему престижем не играя с читами в турнирах. А вообще, у меня скоро появится желание развалить твой бог и канал. Вау! Браво! Блядь! Да. Ну, с тобой, конечно, всё ясно. Гондон ты ещё топ. Поэтому, ну, прокомментирую коротко. Врёшь ты просто сильно, пиздишь ты просто. Ну, ужасно всё. Врёшь ты, врёшь, всё врёшь. А вам, ребят, скажу, те, кто меня знают, и друзья, и знакомые, и враги, и недруги, знают меня как прямого человека. Врать я никогда не врал. Может быть, кому-то жёстко относился. Может быть, кого-то там оскорблял, обзывал. Ну, я говорю тогда прямо и ничего за душой не таил. И главное, что у меня честный, ребят, мне скрывать нечего. Поэтому, бояться мне нечего, и на лжи меня не поймаешь, потому что я не вру. Поэтому, я говорю чисто, открыто, и мне говорить это приятно. Когда человек врет, как вот этот Витек Антон, как еще, не знаю, как он там называет тебя. Вот он говорит одно, потом через пять минут другое. Ну, врет он каждый, каждый, каждый раз. Ну, ладно, ребят, Антон, Витек, очистиваются комментарии, молодец, очисти все остальные из-за спидфайера. Ну, с почты ты не удалишь. Начнем дальше противостояние. Я начну почту показывать. Почитаем тебя, послушаем всем Ютубом. Вот. Ну, а пока я не вижу больше смысла на тебя выделять внимание, потому что такой, как ты, не стоит вообще внимания. Я долго думал говорить о тебе и не говорить в видео. Ну, думаю, все-таки скажу, чтобы ты не навредил еще другим людям, чтобы все знали, насколько ты плохой человек. И Вадим, кстати. Ну, Вадим тоже не подарок получается. Как личность, но неплохой, ребят, я вам скажу. Общался я с ним, когда он у нас был на полку. Ну, то, что читер, да, а читеры, блядь, ну, пидоры, хулиская, пидоры. Играет он нечестно, уверен в этом на 200%. И сейчас я вам очередной раз еще раз это покажу. Давайте возвращаться к Вадиму, то есть к престижу. И смотрим, нормализуем скорость. Смотрите, сейчас он будет двигаться к концу вот этого вот ангара, да? Видите, Хори Продакшн двигается. Смотрите, как сейчас тебя поведет. Вот он едет, видите, траектория движения его на конец вот этого вот, да? Теперь смотрите он, как смещается. Разгоняется, Хори приближается, что он делает? Смотрим, смотрите, как раз, и уходит в сторону от Хори. Видели? Оп! Париво. Еще Вадим такую штуку поймал. Он решил, чтобы не париться, да? Он всех, кого видит там даже самый краешек, вы знаете, что можно танчик навести через деревья на танк и подсветить его ЛТшкой, легким танком. И вот Вадим этим часто очень пользуется. Вот тут сейчас Париво было, да, с отмещением на Хори Продакшн. И сейчас дальше будет. Сейчас я промотаю теперь. Вот смотрим, Центуриона в принципе тут видно, но вот так вот, ребят, никто не стреляет, вот так вот. Ну, так стрелять нужно... Я не буду говорить, кто так делает. Вот так вот нормальные люди не делают. Либо читер, либо дурачок. Смотрим, Дарья, ускоряемся, сейчас ничего тут не будет, будет дальше момент там, где он будет стрелять по респауну. Сверяемся до четырех, вот он выезжает, и вот они, пошли. Смотрите, видите, танки там стоят? М18 стоит там, и тяжелый танчик. Сейчас он будет, смотрите, по ним работать. И вот смотрите, как это будет делать. Вот он выезжает, вот сейчас танк сделал выстрел, да, понятно, что там танк видно, какой-то, но какой-то не видно. Видно, стоит там, М18, вот он, смотрите, как прицеливается. Вот разве тут что-то можно увидеть? Вот кто так целится, как вы думаете? Вот он сейчас подсветил. Видите, подсветил сейчас. И выстрел. Да? Прикольно, молодец. Вот и девятка движется, он повторно бьет, а тут девятка перекрыла ему путь. И что он делает? Думает, дай-ка я выеду сейчас, да, за кустика. И пизды. Все. Вот так, ребят, и скажите, что он честный игрок еще. Это один только бой, мы сейчас другие посмотрим. Все, далее ничего нормального не будет, далее он сейчас торьется, сейчас его хеллкат ушатает, и он полетит на самолете. Вот все, Вадим, поиграл. Продолжаем наблюдение за Вадимом. Игрок вон из полка промо, который читерит. Я не знаю, как вы держите его. Наверное, вы поддерживаете читеров. Я знаю, что у вас не один игрок там читер. Сколько говорить не буду, но они у вас есть. Много. Не так, чтобы прям пол полка, конечно. Но, хватает. Ну, пока остановимся на месте репрессива. Смотрите, сейчас он двигается и посматривает, кто куда у них тут прет. Так. Смотрите, М-56 видите, справа стоит. Смотрите, как он не заметит. Оп. Как вы лихо так говорите. Раз такой и сразу на нее. Оп. Здрасте. Видели как? Он прям хочет, сука, блядь, выехать так тупо. Ну, да, да. Ты прям вообще хочешь, блядь. Объезжай, давай. Смотрим далее. Верите, рок-шайтан там едет. Вон там. Как он там танк называется? АМХ 50-й. Фюрбосей или хрен его знает как. Вот смотрим здесь, кстати, ребят, смотрите сейчас. Вот тут у него сзади объезжают, смотрите, танки. 54-ка и он уже заворачивает, смотрите, башню и их встречать. Объект 54-ка. Видите, он уже ведет ствол. Оп. Встречаем. Но 54-ка что сделает? Ай-яй-яй-яй-яй, да? Пизды. Вот так вот. Да, сервисовет он попозже убьет, уничтожит. А сейчас он берет следующий танк и едет на нем. Как говорил один знатный читер, совокупность вот таких вот моментиков и говорит, что игрок читер. Моментиков тут просто дохренища. Вот он двигается, видите, на объекте 120-м. Нагло вперед, бинокль включает. Скажут, я в бинокль, я же не читер, а в бинокль жмакаю. Видите, оп-хоп. Сейчас проскочила 54-ка в яму. Он увидел ее, нет? Мы ее видели, потому что обратили внимание на маркер, да, ну и плюс. Смотрим, здесь, он, видите, маркер справа, он посмотрел, так. Теперь его действия. Сейчас поднимается 54-ка, он хочет вержахнуть. Он прям, прям. Мне что нравится, это кумулятивный снаряд у этого танка просто звездец. Это какой-то, я не знаю, это мега-снаряд, кумулятивный боеприпас, работает. Смотрите, кстати, вон, макушка торчит, объект 120-го, да? Сейчас танк, выезжаем и сразу танк смотрим. А теперь танк видно. Ну, читерни, читер, конечно. Ё, рикошет кумулятивному снаряду, та ты что! Ой-ой-ой, как ты подставил укро? Красавчик, блядь. На тебе. Смотрите, как работает кумулятивный снаряд у объекта 120-го. Смотрите, бьем ВФД и смотрим. Опа! Взрыв! Взрыв происходит, да, блядь? Кумулятивного снаряда и ломает свол, две гусеницы, а не одну. Это же пипец! Это стреляет в кумулятивный боеприпас. Гайзины, вы хоть понимаете, что такое кумулятивный боеприпас? У кумулятивного боеприпаса нет такого фугасного действия. У него направленный идет взрыв там. Курят, наверное, что-то уритки. Вот 54-ка объезжает, он уже ее встречает. Видели? Видели. Типа такой не успел такой, да, типа. И вот сейчас, видели взрыв какой? Кумулятивный боеприпас. Просто охренеть, блядь. А вот смотрите, кстати, рок-шайтан стоит. Смотрите, мы сейчас атаку сделаем. Уберем. Кто-нибудь что-нибудь видит? вот так замедлини посмотрим, как он там. Он его видел, дернулся сначала, да? Теперь начинаю сейчас рассматривать. Где он? спрятался, ты смотри, спрятался. Видео так посмотрим без маркиров подавод смотри. куда он там целится. Он там объект 120 покоя не дает. Вадик, ну, блядь, ну ты читер, Вадик, ну. Читер и пиздобол. Вот он, сервасэ. Его не видно, но мы его увидим. Вот он, видите, как Вадик, Вадик, блядь, ах ты стука, ах ты стука. Опа. Ну, ты прям знаешь, где кто стоит, да, по карте косавчик? И ты не читер. Блядь, да пидор ты стука, еще какой, блядь. Ой-ой-ой. Ладно, ребят, этот бой, получается, Вадика последний от 28 сентября. После того, как ему написал в чат, сейчас напишет игрок книгам Рокшайтан. Вот. Да-да-да, Рокшайтан. Это читер. Читер, сука, еще тот. Такой смотрит. Все, все танки убил, короче, можно туда даже не смотреть теперь. захватит точку и поедет вот туда. Потому что танков знает, что слева нет. А тот, который стоит 55-ка, она стоит на респауне далеко и ему не помеха и не противник. Хотел, да, шмальнуть в ангар? Не стал? Типа такой осматривается, блядь, осматривается, бинокль, честный игрок. Я думаю, этих двух боев достаточно будет. Смотрите, М-60 едет вон там, когда он смотрит. А ты знаешь, что там танки едут? Да? Ну верно, это ж тайминги, блядь. Видите, там всегда танки едут. Типа мы так и не смотрим теперь туда, а сейчас теперь мы посмотрим. Смотрите, смотрите, как он. Ой, блядь, сука, ой, блядь, сука, шлюха ты, блин. Я офигею. И друг твой твоего города, блядь, такая же шалава. Не знаю, ребят, если вы, блядь, не умеете играть, блядь, без щитов, сука, не играйте в эту игру вообще, блядь, нахера вы портите людям игру, блядь. Педики, блядь. Теперь, что ты, куда ты поедешь теперь? А там что у нас? 54-ка, да еще где-то катается. Ну, там ее, 54-ка подсветили на карте сейчас, теперь на нее. И те, кто покрывает вот таких вот игроков, ребят, блядь, я просто сказал, я не знаю, с вас смеются эти же читы, вы им верите. А они, блядь, думают, ебать, дебил, вы уши развесили, сука, а мы тут читы им. Ай-яй-яй, блядь, с вас, блядь, смеются, вписывают вам лицо, блядь, а вы все, блядь, хорошо. Спасибо, ребят, всем за внимание, за поддержку и за понимание. До новых встреч. Пока-пока.